Привет, друзья! Вы на канале Рисуем Месте и я Светлана Прокушева. Сегодня я вас хочу научить рисовать с натуры. Мы порисуем яблочко, грушу и лимончик. Это будут быстрые наброски. Будем рисовать мы с вами не карандашом, не маркерами, а угольком. Обычным древесным угольком. Я думаю, вам будет интересно. Давайте скорее рисовать. Итак, ребят, сегодня будем рисовать с натуры. Такой вот лимон. Это у меня муляжи для натюрмортов. Яблоко, груша, вот она у нас и лимончик. И для занятия вам понадобится сегодня уголечек, также влажные салфетки, потому что уголь у нас... Вот, влажные салфетки. Уголь у нас пачкается очень сильно. Так. Итак, давайте в первую очередь рассмотрим внимательно лимончик. То есть, в чем заключается рисование с натуры. Нам нужно внимательно рассмотреть сам предмет, который мы выбрали для рисования. Значит, посмотрите, форма лимона представляет собой, если мы возьмем геометрию с вами со школы, то это будет овальчик. И здесь, на кончике у него есть маленькая выемка, ну, не выемка, а вернее, такая как бы выпуклая часть, носик. И есть также место, где он крепился к веточке. То есть, это ножка здесь, вот она, закреплена. Значит, мы можем расположить лимончик так, как нам нравится. Можно его положить вот так, либо прямо на нас. То есть, здесь угол зрения будет зависеть от того, с какой стороны мы рисуем. Так как камера у меня направлена прямо на сам лимон, и то, что я сейчас буду рисовать, будет немножко отличаться. Потому что я смотрю на лимон немножко по диагонали. То есть, у меня угол зрения вот так идет. Лимон я отложу в сторонку, потому что я буду рисовать на листе. Хочу сказать по поводу бумаги. Это у меня скетчбук с каменной бумагой. Громаж здесь будет, сейчас я вам покажу, 245 грамм на квадратный метр. Вот, кстати, я уже попробовала на этой бумаге угольком порисовать. Мне, в принципе, понравилось. Хорошо растушевывается и очень хорошо ложится. Почему сегодня будем работать угольком? Потому что, во-первых, это мягкий материал. И для набросков, первых таких набросочков, то есть, самый первый раз, когда вы только пробуете рисовать с натуру, это будет достаточно удобный материал. Он дает широкую мягкую линию. Вот я могу здесь вам потренироваться, показать. Можно делать тоненькие линии, можно делать широкие линии. Он может немножко поскрипывать. То есть, потому что это уголь настоящий, древесный. Вот так. Только он подготовлен для рисования. А есть еще специальные угольные карандаши. То есть, у них есть грифель, и их тоже можно точить. Ими, конечно, удобнее, потому что не пачкаются руки. Ну, можно и такими угольками рисовать. Итак, значит, рисуем лимончик. Вот, давайте здесь тогда я его расположу, чтобы он у нас в камере был виден. Значит, форма у нас овала. Я располагать буду здесь. Рисую сразу. Стараюсь рисовать так, как видит мой глаз. То есть, по контуру. Вот, выпуклая часть. Дальше. Виду линию. И соединяю. Вот такая форма. Здесь вот добавлю еще хвостик. У лимончика. Такой темной пятнышки. И вообще, что нужно сделать? Теперь нужно показать объем, потому что это пока лишь только линейный рисунок. Создаем объем с помощью, конечно же, штриховки, такое тонирование. Значит, свет падает на лимон прямо от лампы, поэтому он матовый, не бликует. Сильного блика у меня не будет. И так как это у нас лимон, если мы его в разрезе представим, да, то есть разделим его пополам, допустим, вот эта часть, мы его разрезали, вот, то он будет иметь у нас круглую форму. Значит, любая круглая форма имеет объем цилиндра. Значит, по законам света тени, освещение, смотря с какой стороны падает освещение, а так как освещение падает сверху, то здесь у меня будет светлое место вот в этом месте. Сейчас я его тоже затушую. То есть пока вот так нанесу штриховочку легко, вы тоже можете сделать таким способом. Пальчиком уголь очень хорошо разглаживается. И теперь моя задача показать тени, чтобы он был у нас объемный. Знаем, что у нас есть блик, светлая часть, это самое светлое место, куда попадает наибольшее количество света. Полутень, это плавный переход от светлого к темному. И дальше идет у нас тень, это темный оттеночек. Есть еще такое понятие, как рефлекс, то есть это отражение поверхности, например, от стола на лимон. Если, например, здесь у меня была бы красная бумага, а давайте я вам сейчас продемонстрирую, кстати, у меня есть такая маленькая книжечка с красным фоном. Вот, если я, например, положу вот так лимон на красный цвет, то вот здесь, вот с этой стороны, вот вам, наверное, тоже плохо будет видно, но вот с этой стороны, вот как раз снизу будет красный рефлекс на лимоне, он такой оранжевого цвета. А в живописи, если бы это мы рисовали, то на красной поверхности мы бы добавили здесь оттенки желтого, то есть рефлексировалось бы лимон вот на поверхность красную. Итак, значит, нам нужно показать. А как показать это в черном-белом варианте, когда у нас уголь? Мы, это просто, то есть нам достаточно здесь добавить еще тональности. Вот, что я сейчас и делаю. Выделяю вот эту выпуклую часть, добавляю тон. И место рефлекса, оно, как правило, светлее, чем сама тень, вот, чтобы получился объем. Здесь я делаю тень и оставляю место для рефлекса, то есть оно такое светлое и будет. Таким образом будет получаться у нас объемчик. Можно еще раз пройтись пальчиком, поразглаживать. Еще я даже добавлю тона, наверное, вот в этом месте, немножечко посильнее, чтобы чуть-чуть выделить все-таки блик, светлое, участочек. Вот, и если я, например, покажу под предметом тень, а это нужно нам будет сделать, потому что это у нас с вами такой рисунок набросочный, то есть мы делаем с вами, учимся еще только рисовать, поэтому для начала можно обойтись вот таким способом. То есть делаем тень, тень у нас под предметом, вот эта падающая тень, и собственная тень, она вот тут вот потемнее будет, потом мягко идет рассеивание. И вот эта светлая полосочка, то, что вы видите, это как раз рефлекс, то есть мы представим, что у нас идет рефлекс от поверхности на лимончик. Таким образом будет у нас с вами объем получаться. Итак, вот набросочек лимона мы нарисовали. Следующий предмет, которым мы будем фрукты с вами рисовать, это груша. Груша, если мы ее рассмотрим внимательно, она состоит у нас из двух фигур. Это круг побольше и кружочек поменьше, и соединенный с помощью такой вот плавной линии. То есть если это выглядит, будет чисто геометрически на листе, то есть обязательно, так как у нас груша тоже цилиндрическая форма, то есть круглая, сферическая, то есть из двух шаров состоит, большого и маленького размера, соответственно, у нас есть осевая линия. Я вам показываю вот эту геометрию в разрезе. Вот, допустим, размер. Так, первый кружочек, вот это верхняя часть, вот она, кружочек. И второй кружочек груши, он побольше, ну, все умеют снеговикой рисовать, грушу тоже не сложно. Так, и теперь вот с помощью плавных линий соединяем эти два круга, вот. Кстати, это по черчению, если посмотреть этот предмет, это пример сопряжения. Вот эта линия, вот они у нас, участки сопряжения. Вот и получилась форма груши. Итак, рисуем с натуры. Опять внимательно рассмотрели, что у нас наверху есть ножичка, на которой крепятся веточки. Внутри есть ямка, то есть если мы будем рисовать вот так боком, и будет нам видна вот эта ямка, нужно будет обязательно ее показать. Итак, я грушу поставлю вот таким образом. У меня она будет более вытянутая. Вам сверху она будет казаться более округлой. С моей точки зрения, она у меня будет находиться более вытянутой. Итак, я тоже, опять же, рисую по контуру. Если хотите, можете попробовать вот такие круги нарисовать. Но я буду внимательно смотреть на сам предмет и стараться глазом уловить те линии, моменты, которые есть на данной груши. Так, сверху здесь я отмечаю вот эту ножичку. Вот она у нас идет. Выделяю ее. Так, ну и далее делаем в тоне все. Вот она у меня такая обутенькая. То есть вот эта часть нижняя более растянута. Так, опять же, можно полностью сначала вот так вот пятном сплошным затонировать нашу грушу. Вот уголь нам дает эту возможность очень хорошо и быстро это все сделать. Таким вот образом. Пальчиком помогаем. Растушевываем. Кстати, очень многие начинающие художники всегда работают даже карандашом, всегда стараются все растушевать. Так, теперь смотрите, здесь у нас переход идет, да? Вот он, переход от одной плоскости к другой. То есть первый кружочек у нас он по объему поменьше. И здесь как бы получается горочка. Соответственно, свет, когда он падает на предмет, вот эта область более выпуклая второго шара, то есть вот это место, оно будет более светлое. Особенно с моей стороны, здесь у меня на груши идет рефлекс от бумаги. То есть я вижу здесь светлый участок. И вижу еще светлый участок вот от лампы, то есть вот в этом месте. Соответственно, вот эта часть, задняя поверхность в данном случае, здесь она затемняется. И затемняется еще вот эта поверхность, то есть переход от такой выпуклой верхней части, вот это вот как раз место, да, сгиба, до перехода к объемной части на груши. Я немножко усиливаю нажим на уголь. Так, и постараюсь затонировать. Вот здесь нижняя часть груши у меня дает такой темный участочек. Я оставляю место опять для рефлекса. Вот он кусочек небольшой. Опять с помощью пальчика немножко растушевываю, раскладываю. Так, и усиливаю, если мне нужно, я усиливаю вот эту область перехода от малой сферы окружности к большей. Вот эту поверхность я усиливаю. Так, вот, можно еще немножечко разгладить. Вообще лучше, конечно же, рисовать с настоящих продуктов, потому что они вот, если вот эти муляжи, они пластиковые, то есть они дают лишний блеск, который мешает. Поэтому лучше всегда работать с настоящими предметами, которые есть. Ну, если их в данный момент нет, а есть муляжи, можно попробовать и поработать с муляжами. То есть у вас изображение, то, что вы видите на грушу сверху, у вас будут выглядеть груши по-другому. Я смотрю со своей точки зрения, вот я вижу вот такое изображение со своей стороны. Так, я еще немножечко здесь вот добавлю чуть-чуть тона, с этой стороны, чуть-чуть, и сделаем, конечно же, опять же, тень, падающую тень от предмета. Если вы будете рисовать ежедневно, хотя бы по 10 минут делать вот такие небольшие зарисовочки, то вот вы удивитесь, когда пройдет у вас месяц, что вы уже можете очень многое научитесь рисовать, потому что глазомер, во-первых, у вас будет развиваться, во-вторых, вы будете ставить руку, то есть вы будете более уверенно работать с тем или иным материалом. Так, сейчас усиливаю еще немножко, здесь вот тенушечку добавлю. Ну, можно растянуть, конечно, вот так. Вот, вот у нас с вами груша и получилась. Следующее, что мы будем с вами рисовать, это яблоко. Вот такое яблоко, давайте тоже его внимательно рассмотрим. Значит, яблоко у нас круглая форма, немножечко верхняя часть, она немножко пошире, да, уйдет, то есть такой более выпуклый, а к нижней части, квостик, он немножечко сужается. Есть яблоки, которые прям, бывает такой овальной формы, то есть вы слишком вытянутые. Здесь имеется ножка, веточка, которая крепится у нас к листик, ну, к самой веточке, и отсюда идет листик, и вот цветоножка засохшая. Так, ну что, давайте начнем рисовать. Итак, значит, яблоко, если мы посмотрим геометрию, это вот у нас с вами сфера, круг, круг, окружность. Соответственно, есть осевая линия, обязательно она проходит, и, соответственно, наше яблоко, оно объемное. Вот мы как бы разделили яблоко пополам. Вот оно у нас объемное. На данном яблоке, вот я опять же говорю, что я смотрю со своего угла, то есть у меня не будет такой прям круг, круг. У меня будет немножечко, опять же, слегка вытянутый, то есть я внимательно смотрю на свой предмет. Так, веду линию. Отмечаю, что вот в этом месте, примерно вот здесь, да, у меня будет находиться вот эта ножка. И рисую ножку так, как она смотрит, то есть она направлена по диагонали. Вот делаю эту диагональ. И, кстати, вот это место, оно светлое, то есть внутри, хотя ножка находится в ямке. Значит, теперь смотрите, что мы делаем? Опять заштриховываем пятном, цельным пятном, все яблочко, только я возле ножки оставляю место. Помогаю пальчиком растушевать. Это такая приятная процедура. Чувствуете бумагу, материал, даже немножко такой релакс получается. Вот, затонировали, пока все плоско. Теперь смотрите, вот здесь у нас переход в светлое место, я вот даже его не трогала. И теперь там есть у нас вот эти вкрапления красного, вот, которые задают глубину. Вот здесь вот я вижу, так как у меня свет направлен немножко сбоку, я вот здесь вот в этом месте вижу тени. Тени от того, что переход идет от одной плоскости к другой. Так, вот поэтому вот эти тени я здесь отмечаю, показываю. Это не так идут. И здесь также идет у нас тень от самой палочки. И ложится она вот таким вот способом, то есть по форме ямки. Таким образом мы сможем понять, что у нас вот здесь впадина, углубление. Так, теперь смотрите, дальше яблоко становится более насыщенным красным. Вот со стороны тени, в данном случае у меня здесь сторона тени, здесь яблоко, тон усиливается. Я здесь его усиливаю. Опять же, так как это сферическая поверхность, помним про свет тень, полутень и рефлексы. Так, вот здесь тоже еще добавляю оттеночков. И вот с этой стороны, ну это видите, яблочко такое тоже муляж, поэтому очень много бликов, рефлексов идет. Я сделаю здесь немножечко послабее тон. Сейчас пальчиком поработаем, смягчим все эти переходы. Так, и усиливаю еще вот здесь. То есть блики-то на этом яблочке тоже есть. Кстати, если вы думаете, можно ли работать, использовать терку, если вдруг что-то у вас не получилось, я говорю, что можно. Можно вот такой материал, как клячка есть. Вот она тоже хорошо можно стирать по угольной поверхности. Мягким материалом вообще одно удовольствие работать, очень приятно. Кто-то настолько полюбит этот материал, что работает, например, рисует только этим материалом. Каждому человеку индивидуально. То есть кому, какой больше нравится графический материал, тот тем и рисует. Так, вот такой вот у меня объемчик. Сейчас еще усиливаю вот здесь, в этом месте. Добавлю бетона. Стараемся как бы вот эти штрихи ложить по форме предмета. То есть вот так, более выпукло, чтобы получилось. Вот штрихуем. Такое вот яблочко у меня получается. Ну, конечно же, не забываем про тени. Так, потом я вам покажу еще вот на яблоке. Кстати, вот блики могут быть более выразительны. То есть вот эта форма тени падающей. То есть она тоже круглой формы. Здесь я тонирую. Так, пальцы тоже помогаю, размазываю. И под самим яблочком усиливаю. Усиливаю вот эту тень. На более активную. Так, вот более активную. Итак, значит, с ластиком можно убрать... Давайте посмотрите. Здесь вот будет блик яркий от света на яблочке. Вот я его вижу такой. Можно еще маленький добавить. То есть ластик очень хорошо убирает уголь. То есть не надо думать, что ластиком невозможно стереть уголь. Ну, вот руки, видите, пачкаются, поэтому влажная салфетка здесь вам пригодится, чтобы можно было все это почистить. Ну, попробуйте, побалуйтесь вот такими мягкими материалами, угольками. Вы можете рисовать все предметы, которые у вас есть дома. Простые пока, не сложная форма. То есть это у нас в данном случае все в основном круглая форма предмета. То, что мы с вами порисовали. То есть овальчики и кружочки. Вот. Какое вот яблочко у нас получилось. Груша, лимончик. Ну, вот наша груша, вспоминаем. И вот лимончик. Если вам этот видеоурок понравился, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Я всем рада. И мне очень приятно вас обучать. До скорых встреч на новом видеоуроке. До свидания.